Мы сейчас с вами стоим на левом берегу реки Десна. В таком состоянии находится река. Вопрос расчистки русла реки на особом контроле у комитета областной думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии. Такие выездные совещания проводят здесь регулярно. Расчистка проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Протяженность участка работ более пяти с половиной километров от Бордовического водозабора до Литейного моста в Бежице. Подрядная организация работает 23 часа в сутки. До какого будете работать в этом году? Не будем останавливаться. Думаете вообще пойти до принципов? Будет мороз, остановится земснаряд, но будут работать экскаваторы. Не будет мороза, будет работать земснаряд, может быть, остановятся экскаваторы. Закончить расчистку русла планируют к 2022 году. Стартовали работы в 2020. Тогда на эти цели направили более пяти миллионов рублей. В текущем году затраты увеличились до 55,8 миллионов. Более 27 миллионов предусмотрено на финальный 2022-й. По первым участкам, которые мы видели там, то есть у нас работает земснаряд, который намывает где-то в сутки полторы тысячи метров кубических. Работа продвигается, я бы сказал, довольно-таки успешно. Также дальше мы видим, что работают экскаваторы, техника работает. Уже более сотни тысяч намыто. В ближайшее время где-то городская администрация начнет уже забирать отложения. На настоящий момент общий объем добытых донных отложений свыше 170 тысяч кубометров. В дальнейшем их используют муниципальные предприятия ЖКХ для благоустройства областного центра. Есть планы их использовать на флотской для строек. После расчистки русла улучшится пропускная способность всей Десны. Повысится ее санитарно-экологическое состояние. Прибрежная территория станет более привлекательной и будет пользоваться популярностью у местных жителей. Александра Савельева, Александр Жучков. События. Брянск.